Яд ли кола? Если задашь подобный вопрос, скажем, своей бабушке, то готовься услышать рассказы о том, что кола это не яд, а даже хуже. Ведь всем известно, что темная американская газировка идеально подходит для чистки унитазов, удаляет ржавчину и накипь 20-летней давности, а также, внимание, разъедает желудок! Все это, естественно, бред, похлеще мифов Древней Греции, но вряд ли кто-то сомневается, что лучше пить воду вместо колы. Вопрос в том, насколько газировка действительно вредна и так ли страшен черт, как его рисуют. Добро пожаловать на Телблог.нет и сегодня ты узнаешь, можно ли назвать Кока-Колу ядом. Первым делом следует обратить внимание на состав напитка со 135-летней историей. Самый очевидный факт касается доли сахара. Соответственно, выпив полулитровую бутылку, ты схаваешь 55 грамм сахара или 11 чайных ложек. Взрослому человеку крайне не рекомендуется употреблять свыше 40 грамм сахара в день. Все, что большее, приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и, в первую очередь, к развитию кариеса. В плане ты выпил литр газировки и все, у тебя сразу же зубы стали немного шершавыми. Кола без сахара и с нулевым содержанием углеводов не выход. Чтобы придать диетическому напитку классический вкус производитель, используют мощные подсластители. Они действуют на рецепторы как психотропные вещества. И у потребителя вырабатывается зависимость от больших доз сладкого. Кроме того, в исследовании, опубликованном в журнале Nature, утверждается, что подсластители могут менять баланс плохих и хороших бактерий в организме, провоцируя непереносимость глюкозы. Как результат, сухость кожи, высыпание на теле и черные круги под глазами. Но в довесок ко всему, есть данные Colgate, которые подтверждают, что в нулевой газировке полно разного рода кислот, разрушительно действующих на эмаль зубов. Особенностью традиционной колы американского разлива является использование повышенных доз кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, который наш организм перерабатывает крайне плохо. Это уверенный шаг навстречу жировому гепатозу печени, симптомами которого являются повышенная усталость и боль в правой верхней части брюшной полости. Это я к тому, чтобы ты не думал, что американская кола безопаснее российской. Те же яйца только в профиль. Что касается проблем, которые могут быть спровоцированы употреблением двух и более литров колы ежедневно, то в первую очередь речь идет о гипокалиемии, то есть низком уровне калия в сыворотке крови. Вестники болезни слабы, мышцы судороги, постепенное разрушение мышечной ткани и в довесок почечная недостаточность. Это может привести к летальному исходу, так как лечение гипокалиемии непростое. Ну и конечно же, какой рассказ о вредности колы на безупоминание рака? Опять же, грозит он только тем, кто пьет напиток постоянно. Дело в том, что в состав карамели, который подкрашивают воду, входит канцероген. Ученые даже проанализировали, что вся газировка в принципе, а не только кока-кола, добавляет один случай ракового заболевания на 100 тысяч человек. Интересно, что после выхода исследования власти Калифорнии потребовали, чтобы производители безалкогольных напиток с повышенным содержанием 4 метилемидазола уведомляли потребителей о риске развития рака. Что сделала кока-кола? Максимально понизила дозировку этого вещества, но только в штате Калифорния. Всем остальным было пофиг, поэтому удельный вес в других локациях остался прежним. Одно из довольно свежих исследований также подтверждает тот факт, что распитие сладких напитков на постоянной основе влияет на деятельность мозга, увеличение риска инсульта и развитие деменции. Также страдает качество и продолжительность сна. На фоне всего сказанного неудивительно, что такая громадная корпорация, как кока-кола, пытается, скажем так, сотрудничать с людьми, имеющими непосредственное отношение к медицине и науке. Так, 12 лет назад в Штатах подвергли критики Американскую Академию Семейных Врачей, которая подписала партнерское соглашение с производителем напитков. Один из старейших и наиболее респектабельных литературных журналов США даже выкатил статью с заголовком «Почему врачи продались Коле?». Спустя 6 лет кучу критики и 3,5 миллиона спонсорских долларов Американская Академия Семейных Врачей приняла решение прекратить партнерство. В общем, за период с 2010 по 2015 Кока-Кола ослюнявливала о нуждающемся вроде Американского колледжа кардиологии, Американской Академии педиатрии сумму, превышающую 120 миллионов долларов. А за три ляма, которые толстосумы из Колы выделили на один гребаный сайт по защите детей, Американская Академия педиатрии нарекла The Coca-Cola Company, выдающейся компанией за стремление улучшить здоровье детей во всем мире. Информация о том, что Кола финансирует исследования, занижающие влияние газировки на лишний вес американцев, думаю, удивлять не должна. Вместе с тем, вред наносимые известной газировкой нередко переоценивают. Яркий тому пример случай 22-летней давности в Бельгии. Тогда в течение нескольких дней около 30 школьников слегли в больничку из-за дерьмовой партии Колы. Америкосы облажались с качеством углекислого газа и еще какой-то шнягой, соприкасающейся непосредственно с поверхностью банки. После того, как СМИ разогнали истерию, а производитель изъял 30 миллионов банок, почти 100 человек сообщили о том, что страдают от желудочных спазмов, тошноты, головных болей и сердцебиения после употребления Колы. Вот только результаты лабораторных исследований не выявили каких-либо существенных отклонений от нормы. Уважаемый медицинский журнал The Lancet сделал вывод, что врачи с одной стороны, так называемые больные с другой, столкнулись с массовым психозом, вызванным самовнушением. Грубо говоря, люди начали думать, что если кто-то хлебнул Колы и чуть не откинул копыта, то их тоже ждет аналогичная участь. Ясен пень, физическое состояние в условиях стресса становится намного хуже, но это не из-за проклятой Колы, а из-за банальной истерии. Точно так же утрируют влияние великой и могучей ортофосфорной кислоты, которая якобы разъедает желудок. Господи, ну да, у ортофосфорной кислоты кислотность около 3 pH, а у желудочного сока 2, и то натощак. В сытом состоянии тоже примерно 3 pH, так что никто никого не разъедает, все это бред. Более того, в некоторых случаях эта пойла даже способна оказывать положительный эффект на организм. Так, 8 лет назад научный веб-сайт LifeScience писал, что газировка помогает при несварениях и лечении твердых инородных тел, фитобизааров. Они образуются из плохо перевариваемых фрагментов растений, например, неспелой хурмы. И Кока-Кола прекрасно справляется с их растворением. Для борьбы с такими клубками даже врачи рекомендуют пить сладкую газировку. Надеюсь, не только те, которые их финансируют для Кока-Кола Компани. Также есть люди, использующие колу при расстройствах пищеварения. Научного подтверждения реального эффекта нет, но у меня имеются знакомые, которым, по их словам, помогает отстоявшаяся кола. Правда, есть и товарищ, которого после бокала колы скручивает пополам из-за гастрита, но это уже тема отдельного разговора. Подводя итог, можно сделать вывод, что Кока-Кола – это, конечно же, яд, если речь идет о значительных дозах. Людям, у которых отсутствуют проблемы с желудком, которые не страдают ишемией, аритмией и гипертонией, пить колу можно, но не более одной жестяной банки в день. По жестяной банке имеется в виду 330 мл напитка и 7 чайных ложек сахара, которые ты схаваешь вместе с ним. И да, 330 мл – это при условии, что ты не добавляешь сахар в чай и кофе и не ешь сладости, ведь дневная норма уже исчерпана. Еще лучше стараться ограничивать себя в распитии колы и прочих сладких напитков, потребляя ее, как в старые добрые времена, только по праздникам. Но если у тебя каждый день праздник, то учись жить без газировки, если только не хочешь стать жиробатиной с больным сердцем и кариесом. С таким наборчиком до гипотоза печени, гипокалемии, а также рака, развитие которых, как ты понимаешь, могут спровоцировать большие объемы колы, можно и не дожить. Зачем оправдывать колу, спросите вы? Затем, чтобы показать, что главное в еде и напитках – это знать меру. Совершенно все в этом мире опасно, если перебарщивать с этим. А что ты думаешь насчет колы и как часто употребляешь газированные напитки? Расскажи об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядываем в наш паблик ВКонтакте и канал Телеграме, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим опросы по новым темам и орём над угарными мемчиками.